МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Делегация Гомельской области вернулась с другого съезда ученых, который проходил в Минске на протяжении двух дней. Масштабный форум собрал больше 2,5 тысячи человек из всех регионов Украины. Улику гостей также были известные новоколцы Союзной державы и СНД, ведущих замежных академий наук, сосветных науково-доследствий, организаций и центров. Уделу сустречи принял президент Беларуси Александр Лукашенко, который заполнил, конструктивные инициативы и прерывные идеи в ученых будут зауседы подниманы. У первый день делегаты працавали по девяти секциях. Одним из ключевых пунктов на парадку дня стал проект стратегии развития науки и технологий до 2040 года. Так само на форуме были представлены науковые достигнения краины за опошние 10 годов. От нашего региона на форум приехали представники усих ВНУ, науковых институтов и вытворчостей. Размова на сустрече и шла об необходности повышать узровень навучальных установ, а науку развивать таким чином, как она задавала тон усим галинам и направкам экономики. Президент поставил конкретные задачи перед учеными республики. Это создание инновационных продуктов, разработка новейших технологий. На съезде прозвучало, что надо развивать все этапы науки. Четкое есть понимание у нашего государства, что необходимы действительно все три составляющие – инженерная, техническая наука и фундаментальная. Каждое направление должно решать свои задачи. Я думаю, что тот импульс, который получили ученые республики Беларусь на съезде, он даст колоссальный эффект. Мы знаем, куда идти, мы знаем, как идти. В ближайшую субботу жахары региона смогут завернуться с пытаниями до керавництва в области и города Гомеля. 16-го снежня промую линию проведет старшиня Гомельского баллоконкама Владимир Андреевич Дворник. Номер телефона – 33-12-37. В городском выконавчем комитете завороты Гомельчан выслухает старшиня Гарвы Конкама Петр Алексеевич Кириченко. Номер телефона – 75-19-84. На связи у этого дня будут и керавники администрации города. Час працы промыхлений с 9 до 12 годин. В Беларуси протягивается кампания по выборах депутатов мясцовых советов. В эти дни выборщая комиссия принимает документы и региструет инициативные группы. Разом с тем, девчатые депутаты протягивают выполнение своих обовязков и выращивают пытания, которые хваляют насильство. Олег Сентюров наведал Речицкий район. В Речицком районе 18 лютого необходимо брать 273 депутата. Найбольшая колькость – 203 у сельской советы. А про это выборщики держатся в бюллетене с прозвищами кандидатов в областные, районные, Васильевские городские и Зарецкие поселковые советы. В вопросах обрания депутатов насильства Речицкого района поселково не было. За эти выборы выключениями вероятно не будут. Так само в районной выборской комиссии на отсутствие заявок регистрации инициативных групп не скаржится. А после термин подачи – 14-го Снежня. И уже на наступный день комиссия примет ответственное решение. Хоть некольких групп дозвол на сбор подписов уже отрывали. В настоящий момент мы зарегистрировали 8 инициативных групп. Подано заявлений более 40. Процесс идет. Так что выборы будут. Директор Речицкого коммунального гандлевого предпринимства гандлевого сервиса Олег Бойко депутатом районного совета выбирал все четыре разы, а тому об особливости депутатской работы ведая на ПНУСО. Кажется, что для эффективного вращения актуальных пытаний о житодейности населенияства о советах обовязково повинны быть представители у этих сфер. И хоть депутатская деятельность потребует шмат часу, але основной работе и она никак не перечкажая. Хоча и на двороц. Тем больше, что и сам директор – человек креативный, инициативный и деловый. Не глядя на достатково жорсткую конкуренцию, Речицкий гандлевый сервис, предпринимство рентабельное, а сам Олег Бойко не тонкий влада не кошматреких гоноровых грамот и падяг, а также человек года 2016 в номинации «Лидер». Такое звание его натримал за перемогу в областном конкурсе. Сегодня директор реактует открытия после капитальной реконструкции еще одну краму. А прочитывающийся сейчас предпринимство разум с региональным отделением «Белпошты», реализуя проект, аналоговый, якому на Гомичине вероятно, по кольнима. По заявкам сельского населенства на паштовых предпринимствах гандлевый сервис будет продавать промысловые товары. Депутат районного совета Олег Бойко переконанны, что это реальный опыт в людях. Мы взяли социальную группу товаров для сельчан промышленную, такую, как газовые плиты, потому что мы работаем напрямую. У нас фирменная секция от Гефеста, у нас фирменная от Атланта, у нас фирменная от Горизонта, от Медея. «Белпочта» принимает заказы, сделает доставку для сельчан, а мы отпускаем товар. Холминский сельский совет в Урильском районе, один из самых великих, у 14 вёстков проживает в очерках 2600 человек. Практично что день никто из них взвертается в сельсовет за допомогой. Пытания самые разные, от доброго порадкования и допомоги в рамонте жилья, до функционирования объектов в социальной сфере и работы автомагазинов. Старшиня Степан Юшкевич каже, что за 13 годов, який узначал весь совет, он отримал великий опыт о выращении возникающих проблем. Жахарковецкий прокисель Мария Зеленская звернулся с просьбой допомоги в подключении электроэнергии до жилого дома. Сродки, який запотребовала для оформления всех документов в специализованное предприемство, а май утрая перевышали пенсию жанчины. По вынику, в будинку не только заявилось светло, а и все работы зарабили бесплатно. По вогуле, невыращаемых питаний для депутатов местовых советов зараз практически нема. Некольких годов тому, на Огомничине, на аппаратной нараде устаршинь районных выконавших комитетов разом с директорами всех местовых предприемств почали обоязково запрошать еще и устаршинь сельских советов, что значительно повысило эффективность их работы. Здесь же сразу на месте председатель райисполкома дает поручение тому или иному руководителю, и вопросы сразу решаются, потому что на своем уровне, допустим, некоторые вопросы мы не можем решить. Это эффективно и хорошее было предложение в свое время сделано проводить вот эти аппаратные совещания. Именно на уровне райисполкома с присутствием всех руководителей, служб и организаций. Олег Семчаров, Евгений Макеенко, телерадиокомпания «Гомель», Реческий район. Тым часом на Гомельщине распачался сбор подписов у патрымку кандидатов у депутата мясцовых советов. Сегодня пройшел пикет на территории Крышталовской выборчай округи номер 10. Члены инициативной группы сбирали подписы выборчика у патрымку головного урожа Гомельского областного клиничного шпиталю инвалидов Айчиной войны Олега Иванцова. Его имя добра вядома жахарам нашего региона. Олег Иванцов 9 годов узначаливая одну з ведущих медицинских установ у Гомельщины. Он заявляется девчим депутатом областного совета. На думку кандидата у депутаты, головные у этой дейности уважливо ставятся до проблем людей и примать своечасовые меры по их вырошению. Мне очень приятно, что в развитии района принимают участие не только исполнительная врач, но и депутаты, которые знают больше, может, даже нужды и потребности населения, которые здесь проживают и помогают эти проблемы решать. За эти годы ко мне обратилось очень много людей по различным проблемам по жилищным, по строительству, но чаще всего, конечно, по медицине. И мне очень приятно сказать, что 90% этих проблем нам должны совершить совместно с планетной врачей. Про выники совместной деятельности правкамов и наймальников ишла размова сегодня на третьем пленуме Совета Гомельского областного объединения профсоюзов. Обмерковались и пытания коллективных договоров, аховы працы и навышания громадских инспекторов. Дмитрий Котов протягнем. Сирот становчих прикладов работа по створении коллективных договоров. Зараз на территории региона их денежная около 3000. Дякуючи этому, забеспечены потребка и социальные гаранты больше 550 тысячам человек. Сегодня стоит задача прасколлективные договоры умоцевать взаимодействие с керавниками предприемств и организаций. Убрыватности шляхом изменения их с месту. До приклада, в Гомельском университете имя Сухого селита затвердили 25 новых поправок у коллективный договор. Яны накерованы на поляпшение умоу працы и развитие корпоративной культуры. Это, конечно же, система премирования, потому что за достижение показателей экспорта обязательно идет премия, но, соответственно, если не достигает, то премии нет. Ну и важнейшая точка, опять же, взаимодействия профсоюза и нанимателя это трудовая дисциплина, исполнительская. Поэтому, конечно, льготы и дополнительные какие-то преференции не распространяются только на тех членов профсоюза, членов трудового коллектива, которые не нарушали трудовую исполнительскую дисциплину. Сирот важных тем так само Ахова працы. Техничные инспекторы профсоюза упроверили больше 700 предприемств. Выявлено около 7 тысяч порушений. Выдадены рекомендации по их ликвидации. Заборонена эксплуатация 101 от небеспечного обсталявания. Треба означать, что профсоюзами региона организована навучание по Ахове працы. Все лето его прошли 4,5 тысячи человек. У Тымлику больше 3,5 тысячи громадских инспекторов. Размова на пленами шла и про задачи на будущий год. В первую очередь, конечно же, охрана труда на предприятиях, организациях, учреждениях. Это правовая помощь нашим работникам на предприятиях. Это работа по коллективным договорам. Это информационная работа. Это работа с молодежью. Вот основные направления, на которые надо будет уделять внимание и в следующем году и подвести итоги в сегодняшнем. Дмитрий Котов, Валерий Гопанько, отель радиокомпания «Гомель». Сегодня с рабочим визитом «Гомель» наведал посол Кыргызской республики у Республики Беларусь Кубанычбек Амуралиев. Он сострелся со старшиней гарвыконками Пятром Кириченком, а так само с депутатом Палаты представников Национального схода Республики Беларусь старшиней депутатской группы «Дружба Кыргызстана» Беларуси Олегом Левшуновым. Сустреча отбылась у гомельским гарвыконками. За столом пирамов обмерковали попередние выники и перспективы супрацовниства. Так, все лета за 9 месяцев товарооборот «Гомеля» и Кыргызстана повеличился у 5 разов в паравнане с аналогичным леташним пирэдом и склав омаль 8,5 млн долларов. Экспорт товаров узросл 8 разов и склав омаль 7 млн долларов. Его житявляют «Гомсельмаша», «Гомельшпалеры», завод вымиральных приборов, мясокамбинат и иншие предприемства. А кроме того, с навычальными установами Кыргызстана супрацовниства потребляют «Белдуд», ГДУ имя Франциска Скарыны, а так само Медицинский университет. Почас сегодняшней встречи обо двобаке выказали жадание развивать и далее эти отношения. А так само наладить супрацовниство по медицинским туризме в сферы культуры, а так само взаимодействие между молодежными объединениями. Далее Кыргызский БОК принял запрошение на Гомельский экономичный форум, а так само на фестиваль хореографичного мастатства «Сожский Карагод». Например, радиаторы мы поставляем на эти техники, мы радиаторы сюда в Беларуси поставляем. Уже, например, в Беларуси начали поставляться наши швейные изделия. Но мы всегда хотим, конечно, любая страна хочет больше экспорт, экспортировать. Ну, а когда импорт идет, если она взаимовыгодна, это только хорошо. Каждый визит, такая каждая встреча, это только помогает усилить, как вы отметили, наши двусторонние отношения как в экономическом плане, так и в культурно-гуманитарной сфере. Подчас визиту надзвечальный полномоцный посол Кыргызской республики у Республицы Беларусь Кубанеджбек Амуралеев так само принял у делу открытие выставы миниатюр «Высокие горы». Экспозицию складают творчие работы вядомого кыргызского мастака Романа Гуманюка. Выстава разместилась у картиной галереи Гавриила Вашенки. Тема гор з'является самой популярной сирот мастаков Кыргызстана зусім не выпадкова. На территории этой краины знаходится соправдная природная багатия, центральная частка Великой Тяньшанской горной системы, Велизарный вузел малявничих горных хребтов. Это величные пики наивысшейших гор планеты, которые являются наибольшь тяжкими для уходжения. Их вершины покрыты вечными снегами, а в гора в 20-летние дни высоко у небе блескучие ледовики створают особливую фантастичную картину. За в облачной вершине гор, поднебесные перевалы, прозристые высокогорные реки и озеры застыли на картинных миниатюрах Романа Гуманюка. На рахунку автора 29 персональных выстав, его творчие работы экспоновались в самых разных краинах света. Натхняют автора горные пейзажи родного сердца Кыргызстана, а так само уклад життя и традиции кыргызского народу. На миниатюрах в основном изображены горы Кыргызстана, это горы моей родины, это горы Тяньшань, ну и немного Памера-Алай. Также можно увидеть такие сценки из жизни кыргызов на высокогорных кочевьях. Сегодня означается 30-ти годзи дня заснования Белорусского союза дизайнеров. У его городах несколько сотен профессионалов. С нагодой юбилея члены союза вырешали организовать агульно-республиканский флешмоб. Кожен регион реализовал уласные идеи. Гомельские дизайнеры створили 30 корабликов и запустили их в символичное плавание с причала раки СОЖ. Рукотворные судны были упряжены логотипом Белорусского союза дизайнеров и уособляли пожелание долгого плавания профессионного объединения. Майстры працуют в дизайне интерьеров, распроцовцы товарных знаков, экспо-дизайне, текстильным, промысловым, предметным дизайне. Дальше, профессии дизайнера в Беларуси научаются только в Гомеле и Минске. Белорусский союз дизайнеров у нас очень интересные и креативные люди, которые работают и в Нью-Йорке, и в Берлине, и в Варшаве. Наши люди во всем мире и кораблики символизируют то, что мы из Гомеля, имея возможность такой, как бы, основных водных магистралей, мы можем тоже их запустить от союз дизайнеров в дальнейшее широкое плавание. Гэты и иншие новины вы можете знайсти на нашем сайте у интернете по адресі www.tvrgome.by Далее у эфиры спортивный огляд с новинами спорту вас познайомить Максим Савин.